Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнее время. В период времени с 1 по 12 января 2020 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 248 сообщений о происшествиях, из них 13 преступлений, из которых 9 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 59 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения. За прошедший период произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении трех мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. В период празднования Нового года и Рождества Христова на территории округа осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также на пресечение преступлений и правонарушений. Сотрудниками Управления МВД России по Ненецкому автономному округу обеспечивалась охрана правопорядка совместно с сотрудниками Управления Росгвардией по Ненецкому автономному округу, а также с представителями частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме. Серьезных нарушений не допущено. Сотрудники полиции призывают граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок и меры личной безопасности, быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи. Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции, позвонив по телефону 02 с мобильного 102 или 8 818 53 421 26, либо на телефон доверия 4 21 52. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции в ходе проведения профилактических мероприятий на территории Ненецкого автономного округа пресечен факт незаконной реализации алкоголя. Так, 12 января 2020 года полицейскими установлено, что в кафе по улице Юбилейной города Наринмара реализуется алкогольная продукция без соответствующих документов. Из незаконного оборота изъято 15,5 литров алкоголя. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справочно. Согласно части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оборот этилового спирта за исключением розничной продукции, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без сопроводительных документов предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Основной группой риска для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет, в эту пору начинается становление человека как самостоятельной личности. Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направления на активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, ориентации на агрессивное поведение, а также стремление выразить протест и почувствовать свою независимость. Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов. Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать, с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума, и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии. Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов. Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим. Его или ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой. Прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика. Резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной субкультуры. На компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического или социально-экстремального содержания. В доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика, как вариант нацистская символика, предметы которой могут быть использованы как оружие. Подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, компьютерным играм. Повышенное увлечение вредными привычками. Резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости. Псевдонимы в интернете, пароли и тому подобное носят экстремально-политический характер. Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно. Не осуждайте категорические увлечения подростка, идеологию группы. Такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения. Аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. Начните контрпропаганду. Основой контрпропаганды должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став таким образом профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние. Попытайтесь изолировать от лидера группы. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ниньскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.